Вы на канале Неновости. Совсем скоро наступит Новый Год. Время новых свершений, идей и достижений. Все старое давайте оставим в ушедшем году, а новый встретим с положительными мыслями. А для того, чтобы все получалось, давайте рассмотрим несколько правил. И первое, что нужно сделать, это навести порядок и чистоту. Прежде чем установить елку, самое главное – избавиться от старых ненужных вещей и всякого хлама, а порядок и чистота в доме устранит все преграды для появления новой энергии, достатка и гармонии. Многие расставляют все предметы в доме относительно сторон света. И согласно фэн-шуй, энергия направляется в нужное русло и обеспечивает скорейшее достижение цели и исполнение желаний. Вдобавок это привлекает здоровье, любовь, достаток. Таким образом, давайте думать, куда поставим новогоднюю елку. А если вы уже поставили, давайте мы ее передвинем. Посмотрите в южный угол вашей квартиры. Для того, чтобы заслужить славу и признание у общества, а также укрепить свою репутацию, зеленую принцессу можно поставить на юге. Если мы хотим достичь улучшений в любви и браке, в этом случае поставьте елку в юго-западной стороне дома. А чтобы в предстоящем году улучшить материальное благополучие и быть с достатком, новогоднее дерево располагают на юго-востоке. Расположение елочки в центре комнат станет залогом крепкого здоровья. Чтобы зачать и родить деток, красавицу с зелеными иголками ставят на западе. А творческим натурам рекомендуется ставить елочку также в этой стороне. Устанавливать ель в восточном углу советуют тем, кто желает достичь семейного счастья. Елка, установленная на севере, принесет ее владельцу карьерный успех и везение. Северо-восточную сторону дома выбирают, если хотят достичь определенных знаний и мудрости. А любители путешествий, а также те, кто ищет помощников и единомышленников, пусть ставят зеленую елочку в северо-западной зоне дома. У вас уже пошла голова кругом? Куда же поставить? Хочется все и сразу. Не расстраивайтесь, у нас есть несколько возможностей справить Новый год вплоть до китайского Нового года, который будет в феврале. Символом 2021 года станет белый металлический бык. И он обещает процветание не только рожденным под этим знаком, но и каждому человеку в мире. Особая удача в делах ожидает фермеров и людей, занимающихся землей в любых ее проявлениях. Даже выращенные в горшках цветы будут более красивыми и здоровыми. Профессии, связанные с деньгами, также будут сопутствовать успех и ее легкость в любых вопросах. Бык сострадательный и щедрый, и старается бороться со своими недостатками, и не стесняется признать неудачу. В его год каждому достанется по заслугам. Упитанный и спокойный бык обладает самым позитивным настроем среди всех представителей 12-летнего цикла. Он отличается любовью к естественности, красоте и свободе. В этом году стоит больше обращать внимание семье, собственным интересам. Не забудьте себе купить к февралю обязательно толстенького бычка копилку. Астрологи обещают дополнительное увеличение прибыли при наличии такого талисмана. И еще раз, если вы уже установили елку, вы можете ее спокойно подвинуть. И не переживайте насчет этого. Привлеките к себе удачу. Пусть она будет с вами весь год. И каждый сектор достоин того, чтобы вы его обязательно охватили. Можно поставить, если не хотите передвигать большую елочку свою, поставить маленькую елочку, либо какой-нибудь сувенир, либо какую-то активацию, чтобы эти сектора создали вашу новую реальность. В новую реальность 2001 год вместе с вами. Канал Неновости. С Новым Годом! С Новым Годом!